Мусорные свалки, как язвы на земле. Мусорные свалки распространяются с геометрической прогрессией, захватывая все больше территорий, как в городе, так и в области. Кто виноват и что будем делать? Давайте разберемся. Оправдано ли повышение цен за вывоз мусора? Стоимость можно поднимать сколько угодно, но должна быть какая-то экономика. Кто в ответе за возникновение стихийных свалок? Ну вот с тех вот массивов постоянно вывозят мусор. Причем мы ловим периодически, всем пофигу. Поймать и наказать. Почему нарушители не боятся штрафов? Он выкинул и выкинул, ушел, его нашли, оштрафовали и все. Идет дальше, работает. Заплатил штраф и дальше будет зарабатывать эти деньги. Нашу программу обратилась Алма-Атинка Наталья Маркова. Дело в том, что на протяжении длительного времени она борется с образовавшейся на подъезде к ее жилому массиву мусорной свалкой. Вообще изначально вот эта маленькая мусорка Тартып, она у нас была на вот этот вот массив дачный. Мы все оплачиваем взносы, то есть и они ее вывозят достаточно часто. Но когда началось вот это вот строительство элитное, народ, который строится или прорабы, или хозяева, особо себя не утруждают. Они поняли, что можно вот это делать. И у нас каждую ночь вот такая образуется куча всякого. Вот вчера диван нам привезли, он упал, вот здесь перегородил дорогу. Мы с детьми ехали в школу, мальчишки выехали с машины, вот это вот все убирали. Компания, обслуживающая контейнера, свою работу выполняет хорошо. Но мусор, который накапливается за площадкой, они не вывозят. Как только проехать становится невозможным, Наталья вызывает сотрудников Акимата. То есть Акимат помогает чем? Звонишь в ЖКХ отдел, они говорят, да, конечно, пришлем и берем. Приезжает трактор, ну, пару раз в месяц, они все это увозят. Буквально на следующее утро, за ночь, они привозят, опять все так же сваливают. Они говорят, а что мы можем сделать? Это люди мусорят. Ну, собственно, за вывоз строительного мусора у нас, насколько я знаю, штраф, причем такой нехилый. Согласно типовых правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, пункт 27, дробь 1, не допускается складирование строительных и крупногабаритных отходов на прилегающей территории контейнерным площадкам. Физические и юридические лица производят самостоятельный вывоз строительных и крупногабаритных отходов в специально отведенные места. Такими местами являются специализированные мусорные полигоны. Но, как мы видим, далеко не все соблюдают эти правила. Это строительный мусор. Нет, домашний мусор наши, вот они выкидывают, торты приезжают, убирают, оно как бы всегда здесь так было. А это, смотрите, это какие-то диваны, какие-то куски кафеля, что-то такое. То есть мы пару раз ловили, когда жители едут и видят, что кто-то чужой, какой-то мусор выкидывает, мы фотографируем, в Акимат отправляем. Я не знаю, дают они дальше фото или нет, говорят, что дают. Но это точно строительный мусор. Здесь такие ездят синенькие, как мотоциклы сзади с таким багажником, постоянно что-то вывозят. Какие-то куски кафеля, какие-то использованные. Основной проблемой является отсутствие полигона для строительных отходов, строительных материалов. И чаще всего строительные компании не проверяют, куда вывозят мусоровозящие компании. Им просто лишь бы подешевле заплатить, куда-то вывезли, а куда, как, они это не проверяют. Одна из проблем – люди не хотят платить за вывоз мусора. Куда проще под покровом ночи вывезти все в ближайшем мусорном контейнерам. А там будь что будет. Вот этот весь массив – это все новые дома. То есть вот это старый совхоз Алатау, это дачи бывшие, где мы сейчас живем. А вот все, что туда дальше, вот тамос, вот здесь справа, туда слева. Вы видели, наверное, дорогу у нас в каком-то состоянии. Тоже отдельный разговор. Ну вот с тех вот массивов постоянно ввозят мусор. Причем мы ловим периодически, всем пофигу. А тем временем масляхат города Алматы решил утвердить новые тарифы для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронения твердобытовых отходов по городу Алматы. Новый тариф составит 718 тенге на одного жителя в месяц. Подобные меры могут привести к увеличению стихийных свалок. Председатели ассоциации КСК Аркадий Рубцов считают, что такие меры не оправданы. И депутатам масляхата стоит идти другим путем. Давным-давно ясная проблема о том, что у нас численность является тайной. Никто не может контролировать перетоки по проживанию. И в действующем законодательстве отсутствуют механизмы по установлению реальной численности. Действующее государство, государственные чиновники, всячески открещиваются от того, чтобы как бы то ни было устанавливать реальную численность. Мы видим численность по прописке. Но участковый не может составить ни одного документа, даже если будет знать, что в этой квартире живет 25 человек. Нет, я этого делать не буду, у меня там зарегистрирован один, я это знаю в базе. И вот этим пробелом законодательства мы отчасти делаем очень несчастными людей, которые занимаются вывозом ТБО. Потому что они-то ситуацию знают, мы им никак не помогаем. Но государство тоже прилагает огромное количество усилий для того, чтобы сделать эту отрасль неконкурентно способной и нерентабельной. Более того, по словам специалиста, тендерная система здесь играет не в плюс, а в минус. Зная, что на следующий год компания может и не выиграть на госзакупках тендер, предприниматели не стремятся вкладывать деньги в развитие бизнеса. И создана сеть частных контор, которые вот весь картон, бумагу, резину, пластик, они уже перерабатывают. Потому что они отчаялись в свое время ждать мер государственной поддержки и сказали, мы будем это делать сами. А человеку, который выиграл тендер на три года, ему какая разница? Я не заинтересован работать долго. Моя задача какая? Три года отработать, а дальше чиновник решает. Я останусь в этом бизнесе или нет? А извините меня, вход какой? Это нужно потратить сотню миллионов тенге для того, чтобы просто три года отработать? В итоге мы сознательно в городе Алматы в течение почти десяти лет, а может быть даже и больше, убили весь этот рынок, делая его просто нерентабельным для нормального, добросовестного, ну и рачительного игрока на рынке. Зачем мне тратить огромное количество денег? То есть я сначала потрачу в технику, потом я буду думать о переработке. Переработка мусора в Германии – отрасль с оборотом в 200 миллиардов евро. Бытовые отходы при правильном подходе становятся доходами. В Казахстане же на переработку идет лишь 14% всего мусора. Но хотя у нас работает МСК, мусоросортировочный комплекс, но при этом же многие подрядные организации не хотят туда везти мусор, потому что там тоже им надо оплатить, потом мусор вывозить и так далее. То есть им легче взять мусор, собрать весь мусор, поехать на полигон, выкинуть мусор и все. И при этом же они, эти же компании, хотят сейчас 10 раз увеличить цену на коммунальные услуги по вывозу мусора. Это если саккумулировать даже по ценовой политике, то тогда это примерно с одного ЖК можно вытащить там около нескольких миллионов тенге. Но они не увеличивают, не улучшают свою ситуацию, то есть свою транспортную технику. Стоимость можно поднимать сколько угодно, но должна быть какая-то экономика. Я сам судился по нормам по вывозу мусора и признавал незаконным подобного рода деятельность. Сейчас можно посчитать, но опять-таки вы посчитайте численность, увеличьте пропорциональное начисление по численности, и тогда, может быть, нормы не придется увеличивать. Потому что вдруг окажется, что у нас живет не миллион триста, а два миллиона. Но если поднять фактическую численность на два миллиона и признать это дело, то необходимо будет увеличивать и другие социальные нормы. Количество аптек, количество детских садов, поликлиник. Понимаете, в чем дело? А это уже политический вопрос, потому что мы фактически заявляем, миллион триста, полтора миллиона, сколько нас фактически находится здесь? И за сколько фактически мусоровывозящие организации сейчас работают? Вот они нуждаются в фактически честном выявлении собственников. Некоторые нерадивые водители зачастую мусор не довозят даже до полигонов, сбрасывают на ближайшем пустыре. Особенно этим грешат те, кто в частном порядке соглашается на вывоз отходов. В первую очередь вопрос несанкционированных свалок у нас это повсеместно по всему Казахстану происходит. Почему? В первую очередь есть частные грузовые компании, которые можно даже на УИЛ-Х заказать. Соответственно, они приедут и заберут ваш мусор. А куда они выброшут и так далее? Это вопрос, то есть они повезут ли на полигон. Соответственно, многие недобросовестные организации, физические лица, которые вывозят мусор, они выходят за город, либо же на территорию города, на открытый участок берут и выкидывают мусор. То есть строительный мусор, который остается. И это все накапливается. У них целое, можно так сказать, комьюнити, которое выбрасывают именно на одно место. Пока оно работает, выбрасывают, выбрасывают. Потом это все собирается. Если ранее для обнаружения стихийных свалок экологам приходилось проводить рейды, то сегодня для выявления мусорных свалок задействованы даже космические технологии. Экологам поступают данные напрямую со спутника. В рамках компании, она начинается с 20-19 годов. В те годы это было 8-6 свалок. В прошлом году было обнаружено 12 и все ликвидированы. Благодаря данному космомониторингу намного облегчили работу. Не надо ездить попросту, искать. Мы уже точно знаем координатами, в точности до метров, где находятся свалки. И в тот же день может район Акимата ликвидировать эти свалки. Это «Харш Сапаре», государственная корпорация сейчас. Все могут зайти? Нет, не все, только государственные органы могут зайти. Сейчас мы еще делаем телеграм-бот. То есть сейчас идет разработка телеграм-бота, где каждый житель нашего города будет возможность. То есть он туда пишет свой номер, свои данные. И пишет, с чем он столкнулся по экологическим проблемам. То есть, например, несанкционерная свалка встретился, кража чернозема, незаконная вырубка деревьев. Он фиксирует фотографии, отправляет нам местоположение. Так как многие жители наши, они же ленятся же писать через портал EWTNESH заявление и тому подобное. То есть они просто отправляют в социальные сети видеоролики. Но при этом же надо понимать, что для возбуждения административного либо уголовного дела нужно иметь заявление для правоохранительных органов. И мы хотим взять на себя инициативу, что они будут нам жаловаться, нашей общественной объединению. И мы будем дальше уже дорабатывать, отрабатывать. И будем уже непосредственно давать обратную связь, что происходит с его вопросом. Мы сейчас находимся в Наурсбайском районе. Здесь в связи с пробивкой улицы Абая образовалась мусорная свалка. Практически это мусорный полигон, куда вывозят не только строительный мусор, но и твердобытовые отходы со всего города. Старая резина, мебель, игрушки, кафель. Сюда везут все, что угодно и кидают прямиком в лог. Если доехать до края обрыва не получается, то высыпают где придется. Места здесь малолюдные, так что некого стесняться. Вот уже как два года этот вопрос поднимается у нас. То есть по линии Гар-Сапар, то есть по спутнику показывалось это местоположение, что здесь у нас образовалась стихийная свалка. Соответственно, мы можем посмотреть дальше. Там у нас находится карьер. То есть это законный карьер, где ведется рекультивация. А эту сторону, на том земельном участке, где мы здесь стоим, это будет пробивка Абая. То есть ведутся здесь, как вы видите. То есть выкупили дома и так далее, но не перекрыли территорию. Соответственно, жители приходят сюда, выкидывают строительный мусор, выкидывают свои отходы. Пока с этой стихийной свалкой борется лишь владелец близлежащего полигона, на который вывозится исключительно строительный мусор, бетон, камни, асфальт. Как он говорит, то, что они грунт сюда закинули специально, чтобы сюда не заезжали КАМАЗы, потому что они сами выплачивают все штрафы. Почему? Потому что прилегающая территория к их карьеру. То есть у них разрешение есть. Они с той стороны заезжают, там выкидывают мусор, то есть строительные, то они проверяют. Ну а с этой стороны это уже стихийная свалка, которую жители наши пановыкидывали. Как мы видим, здесь выкинули и деревья, да, то есть пеньки и тому подобное. Мне кажется, даже, может быть, те, кто ведут у нас вырубку деревьев, санитарную обрезку, может, на территории на Урсбайске района или по всему городу, они сюда... По незаконной обрезке, да, вырубкают? Либо незаконную обрезку, куда они выкинут его. Они приходят в такие места, выкидывают это всё и образуются такие свалки огромные. Одна из проблем заключается в том, что помимо мусоровывозящих компаний, вывозом тёжных бытовых отходов занимаются и частники. И с ними бороться намного сложнее. Штрафы настолько малы, что не являются сдерживающим фактором. Штраф налагается, если его поймали за этим делом, то есть либо же зафиксировали транспорт, то тогда он привлекается по статье 505-я статья, это правил нарушения правил благоустройства. Соответственно, там штраф у нас не самый большой, а мусор же... Есть факторы такие, что налагается этот штраф, но при этом же этот мусор не убирается с этой территории. Он выкинул и выкинул, ушёл, его нашли, оштрафовали, и всё. Он идёт дальше, работает, заплатил штраф, и дальше будет зарабатывать эти деньги. Это, в первую очередь, нужно ужесточать закон. Когда выявляется это, давать предписание на то, чтобы они убрали эту территорию, восстановить эту, оплатить штраф, и, может быть, даже вплоть до уголовной ответственности нужно приводить это. Почему? Потому что это земля, которая общего пользования. Может быть, то, что какие-то есть факторы химических средств тоже выбрасывают. Вот в прошлый раз было зафиксировано, возле одного магазина выбрасывали, просто мусором лежали люминесцентные лампы. А это уже будет и для почвы, и для вообще людей это очень сложно. То есть они будут болеть и тому подобное. То есть есть многие факторы. Да и поймать, как говорится, за руку таких дельцов достаточно сложно. Как правило, твёрдобытовые отходы вывозят под покровом ночи. Ну, года два уже стабильно. Последний год вот торты перестал вообще вывозить, и стало просто катастрофически много. То есть последний год мы раз в неделю звоним в Бастандыгский Акимат и просим помочь. Они говорят, да, принято, к разработке вывезем. Ну, просто это не выход. Вот единственное, что они сделали, вот повесили, что... Уже даже, по-моему, сняли, что штраф... Идёт? Да, штраф сколько там. Вот. Ну, я считаю, что это достаточно хороший штраф. То есть если здесь воткнуть камеру Сергея, которая, или вот здесь, которая будет фиксировать номера, они себе за одну ночь наберут достаточно большое количество денег, и нам будет полегче. То есть мусорка – это собаки, это крысы какие-то, то есть, ну, и вообще, скажем так, вот эта куча, она иногда становится такой большой, что вот этот вот проход – это единственный въезд на наш массив, он просто перекрывается. И мы тогда выходим, жители, и разбираем себе проезд. Что касается территории будущей улицы Абая, то здесь изо дня в день свалка лих разрастается, и скоро будет носить катастрофический характер. Как мы понимаем, здесь дома все разрушены, они заезжают туда, выкидывают. То есть с этой стороны, как мы можем понять, уже мусора хватает, они не могут заехать, и уже ближняя территория, они просто она выкидывают, и всё. И образуется свалка дальше, и там, и дальше, и дальше идёт. Акимат мне заявлял о том, что эту территорию уберут те, кто будут пробивку делать Абая уже при строительстве, но вопрос не решается. Это было в прошлом году летом, в летнем периоде. Да, мини-субботник провели, но вопрос в том, что окей, вы субботник провели, но машины не останавливаются же сюда приходить. Они всё равно выкидывают, всё равно здесь оставляют мусор. Это нам надо перекрыть эту территорию, чтобы никто не заезжал. Один раз нормально убраться эту территорию. И то, это сколько техники надо, чтобы это всё убрать. Это всё равно бюджетные средства, соответственно, да? Наталья Маркова решила взять под личный контроль ситуацию со свалкой в Баснадырском районе. Женщина посчитала, что на остановку камеры, способной фиксировать номера машин в темноте, необходимо всего 350 тысяч тенге. Есть ток, есть электричество. То есть я не думаю, что эту камеру очень сложно обслуживать. Может быть, это... Я просто не знаю, как это делается в Акимате, но вполне возможно, что те штрафы, которые приходят, как-то можно использовать. Ну, и в любом случае, 350 тысяч бюджет для Баснадырского Акимата достаточно небольшой. Ну, а если уж не как, то, может, как-то с Сергеком, может, кто-то с нашей полицией услышит и хотя бы расскажет, как бороться. В принципе, я умею писать и запросы, и всё. То есть просто непонятно как, и они все друг на друга перекидывают. Сергек, он и так и сейчас работает. То есть они по камерам и так далее выясняют, находят эти машины. Но многие даже выключают номера, то есть снимают свои номера автотранспорта, соответственно, и происходит то, что они берут и выкидывают мусор, платят штраф и всё. Их даже если выявить, Акимату приходится убирать это всё. Акимат сейчас, позапрошлого года, они начали... Когда выявлялись такие несанкционированные свалки, они начали закрывать именно пути проходу данному участку. То есть в Медаёвском районе был один участок очень большой, там больше гектаров, там 2 или 3 гектара земли, и туда выбрасывали. Потом поставили шлагбаумы везде, на всей территории. Они нашли обходной путь, они же привыкли к одной точке, они пошли в другую сторону, с другой стороны нашли путь. И вообще это надо сделать так, что такие компании, которые мусоровывозящие, их может быть GPS-трекеры страивать, их цифровизировать в формате, чтобы мы видели, куда он везёт мусор, то есть лицензировать эти компании. Накопление отходов и возникновение стихийных свалок стало одной из острых экологических проблем. Ведётся работа по вводу в опытную эксплуатацию информационной системы Министерства экологии по отображению передвижения мусоровывозящей техники с помощью GPS-датчиков. Планируется в следующем году ввести в промышленную эксплуатацию. К примеру, уже реализован пилотный проект по городу Шамкенту. В режиме реального времени можно проследить передвижение 42 мусоровывозящих транспортных средств от мест сбора отходов до мест их размещения. А решение для этого вообще это цифровизировать, вообще может быть даже лицензировать данные организации, то есть которые вывозят мусор. Правильно у нас прописано то, что мусор, который есть, строительный мусор, крупногабаритный мусор, должны забирать подряд на организации, то есть простое физическое лицо, он должен заключить с ними договор, после этого он забирает у них мусор и выкидывает. А наши жители как делают? К примеру, на территории в прошлом году вы, наверное, замечали, и вообще это повсеместно происходит, то, что возле мусорных урн собирается и диваны, и строительный мусор, и другие какие-то, оставляют отходы. Соответственно, подрядная организация, у них договор на то, чтобы забирать только с урн, это твёрдые бытовые отходы, а данные отходы они не забирают. Можно сказать так, что участковый, и вообще это очень сложная работа и для полиции, и вообще координировать этот вопрос. Ответственность за наличие в районе мусорных свалок Акимы районов несут лично, а вывоз и расчистка стихийных свалок становится дополнительной, незапланированной статьёй расходов. У нас устаревшая форма работы с твёрдобытовыми отходами, с вообще вопросом отходов. У нас устаревшая форма работы. Мы не идём на опережение, мы работаем всё ещё по старой схеме, которая осталась, может, даже Советского Союза. То есть контейнер забирать, мусор уходит. Вот в далёком 1999 году они ставили контейнера, я просто помню микрорайон «Казахфильм», и ставили каждому контейнеру по человеку, чтобы он сразу всё перерабатывал. Потому что приезжала машина, которая забирала часть на полигон, а часть везла на переработку. Потому что тогда уже у французов покупался мусороперерабатывающий завод, вёзся недалеко в Алматинскую область, и туда везли другие компоненты, которые можно переработать. Это чертовски выгодно. Но это должно быть выгодно частнику, когда он знает, что он будет работать ровно до того момента, пока с ним не разорвут контракт его контрагенты. То есть во всём мире это вменяемая отрасль, которая что-то где-то как-то даёт. Всё, что связано с бумагой и картоном, перерабатывается в лёгкую. Всё, что связано с резиной и пластиком, перерабатывается в лёгкую. Что мы сейчас видим? Да, стоят отдельные баки. Куда их повезут? На какую переработку? Он работает три года, он не заинтересован в переработке, он не заинтересован в длинную. А если человек заинтересован в длинную, он сам уже всё привёз, и всё это дело убили. Сегодня в Алматы в сфере управления отходами, а точнее вывоза мусора, занимается более 20 компаний. И лишь немногие из них заинтересованы в грамотном распределении ТБО. Они везут там, например, у нас в первую очередь не самая развитая форма работы с распределением мусора. Почему? Потому что наши жители даже не подходят к этому осознанно. Есть осознанные люди, которые любят нашу землю, они сами дома сортируют. То есть мы сами сортируем, например, мусор, отправляем там где-нибудь в других местах, где принимают пластик. Пластик, бутылки и тому подобное. Но при этом же у нас есть фактор чего? То есть есть компании, которые даже возле моего ЖК, где я живу, просто не КамАЗами, а такими маленькими тракторами приезжают, собирают картонку и уезжают у нас. Просто с мусорных бачков просто забирают это есть. Да, жителям всегда советуем сортировать мусор, потому что эта экология с каждым годом набирает обороты. И в будущем это неизбежно. Все современные страны приходят к этому, к этой политике экологической. Это надо прям поколениями мышления менять. В школах, в университетах вести обучающие семинары. Как сортировать, потому что тоже непросто. Там только одного пластика, там больше 16 видов. Грамотно сортировать тоже непросто. В этом году впервые при поддержке Акимата объединением КАЗ «Экопатруль» стартует экологический проект «Жасыл-Е», в рамках которого специально подготовленная молодежь будет патрулировать город и фиксировать все нарушения экологического кодекса. И мы будем патрулировать, и вызывается уже 102, либо же отправлять уже соответствующие письма в сторону полномоченных органов, и мы будем выявлять. То есть надеемся, что, соответственно, за счет этого мы хоть как-то предотвратим вообще такое нарушение, факторы нарушения. Может быть, мы даже будем там же сидеть, к примеру, где в большинстве случаев выкидывают мусор, и будем вылавливать их, либо с той стороны будут ребята патрулировать, смотреть и уже вызывать 102 на место. Уже сегодня начался отбор волонтеров. В ряды «Экопатруля» принимаются студенты и безработная молодежь. Все волонтеры будут официально трудоустроены, а также пройдут специальное обучение. Трудоустроить, проводить тренинги, обучение, то есть будем их обучать и будем уже дальше патрулировать по городу, соответственно. И чтобы они поняли тоже, они же будут доносить о том, что вот есть, оказывается, такой закон, здесь нельзя выбрасывать мусор, здесь нельзя выбрасывать окурки. То есть они даже в своем университете, либо в своем комьюнити, то есть людей, они будут уже объяснять это все. Соответственно, будет хоть какая-то отдача от того, что они побыли здесь, обучились и дальше будут работать. Экологи призывают всех горожан проявить свою гражданскую позицию и не оставаться равнодушными к факторам загрязнениям окружающей среды. Если жители замечают, как какие-то самосвалы, газели и так далее сбрасывают мусор, нужно обращаться в первую очередь в природоохранную полицию, звонить, фиксировать видео, фото, местоположение и все проговаривать на видео. Самим никак не стоит реагировать, как-то взаимодействовать, так как чаще всего водители агрессивные могут быть и могут быть конфликты с последствиями. Далее природоохранная полиция по 505 статье оштрафует и могут дальше, если какие-то большие объемы строительного мусора, передать куи материалов в департамент экологии. К сожалению, борьба с мусором ведется не только в городах и селах, но и в национальных природных парках, где природа должна оставаться девственной и нетронутой. Волонтеры клуба «Бодрячок» регулярно собирают мешки мусора в горах. Сегодня они приехали в национальный парк Алтын-Емель. Люди за собой вообще не убирают. Ладно, здесь сваливают все на то, что вода принесла. А в горах кто принес? Люди приносят, бросают. А потом ищут чистое местечко в другой раз. На грязном никому не охота сидеть. И не убирают за собой вообще. И детей не приучают. Это настолько неправильно. Детей надо воспитывать. Купальный сезон еще не начался, а мусора собрали более 20 мешков. Волонтеры успели пройти лишь 3 километра береговой линии. Как вы думаете, как долго еще природа будет терпеть наше такое безответственное отношение к ней? Я думаю, нам пора уже всем осознать, что мы в ответе за нашу планету. Это была программа «Обо всем без купюр». Вместе мы можем многое. КОНЕЦ Продолжение следует...